Продолжение следует... Продолжение следует... В Туве с рабочим визитом побывала большая делегация правительства России, куда вошли более 80 человек, представляющих практически все ключевые министерства и ведомства федерального центра. По словам полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйла, можно раскрыть потенциал республики с логистической точки зрения. Со своей стороны региональной власти в исполнении решений, принятого на заседании у представителей ПРФ, разработан проект, план социально-экономического развития и перечень дополнительных мероприятий, направленных на развитие республики. Мы с вами прекрасно понимаем, есть сегодня объективные причины. Это и отсутствие инфраструктурных объектов, это и логистические трудности, это и ряд других проблем, которые мешают или, скажем так, не дают раскрытие потенциалов. Руководитель делегации, министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что десант из Москвы должен разобраться с актуальными для республики вопросами, связанные с инфраструктурой, электросетями и сельским хозяйством. Именно поэтому в рамках рабочего визита делегации в Туве прошли секционные заседания, где были обсуждены ключевые моменты социально-экономического состояния Тувы. Одним из ключевых проектов для дальнейшего освоения ресурсного потенциала республики является развитие железнодорожного сообщения, это даст возможность для дальнейшего развития минеральной солевой базы. Здесь ключевым вопросом является вопрос строительства железнодорожной метки и пропускной способности железнодорожной метки. Сегодня она запланирована как 15 миллионов тонн, это, значит, что возможно для каких-нибудь 15 миллионов тонн руды, это 15 пара поездов, одна пара поездов, это 1 миллион тонн. При этом перспектива развития железнодорожной метки, как сегодня, запланирована, это помещение пропускной способности до порядка 30 или почти 30 миллионов тонн. Вместе с тем, общий спрос на вылаз самого губля из республики составляет практически 50 миллионов тонн, то есть это в три раза больше текущих планов по развитию железнодорожной метки. В этой связи отдельно хочу отметить, что поднимался вопрос пассажирского движения. Здесь важно отметить то, что пассажирское движение, оно еще больше увеличит требования к железной дороге, так как один пассажирский поезд, он занимает тричький производитель. Строительство железнодорожной ветки не единственная составляющая в ускоренном социально-экономическом развитии региона. Максим Орешкин отметил, что прибывшая в ТУ делегация сосредоточена на решении социальных проблем и повышении благосостояния жителей республики. А это в первую очередь инвестиционные проекты, которые в дальнейшем выведут республику из дотации. Инвестиционные проекты на 300 миллиардов рублей, значит, порядка 6 тысяч рабочих мест, кто знает от плана, то по всем проектам до 2025 года. И вторая часть, на чем мы хотим остановиться, это все-таки средне-малый бизнес. Здесь, в порядке средне, наверное, все-таки такой малый, да, здесь важно, чтобы со стороны региона мы готовы помогать и бенгами со стороны министерства, через фонд развития экономичности, среди создания фонда развития экономичности регионального. Мы в год 30% регионального фонда 70% будем добавлять. А у вас как-то вот 30% на 70% туда стандартные? Да, мы делаем стандарты, но мы, так сказать, вот особые регионы мы можем смотреть только в первую очередь. Здесь можно будет попросить на Дмитрия Анатольевича по нему, чтобы на вручение, да, вот, поскольку подойти. Абсолютно, но единственное, здесь поиск, собственно, интерес, да, нужно еще со стороны республики найти. Да, да, ну, мы посмотрим, например, посмотрим пропорции. Значит, это второе. И в том числе, вот, были на предприятии, допустим, «Туга Полиграф», да, вы хорошо знаете, но такое, значит, единственное предприятие, которое сегодняшний день, на сегодняшний день, там, из малых предприятий, как пример. Они, там, 80 миллионов, значит, рынок, сегодня они делают, там, на 10, да, при этом все заказывают в билет, в Хакасии, в Крабоевске. Вот, пожалуйста, пример, надо только поставить, чуть-чуть, вот эти промышленности, 80 миллионов, ну, это, как пример малого предприятия. Для животноводческой республики Коктова важно иметь свои гаранты. Так, губернаторский проект «Кэштаг для молодой семьи» привлек внимание московской делегации. По их мнению, продолжение проекта увеличит рост мелкого рогатого скота в регионе, что в дальнейшем позволит экспортировать мясо баранины в другие регионы страны. Производство баранины. Сегодня 1,3 миллиона долларов мелкого рогатого скота. Мы видим перспективу удвоения в течение 5-6 лет. Главным инструментом в этой работе необходимо стимулирующие, в том числе и равентость населения. Это грантовая работа в этом направлении. Есть уникальный проект, который объединил Шабалов Валерьевич, когда молодой семье выделяется град, право получения которого обсуждается при народном исходе граждан в населенном пункте. Ему дается возможность построить себе дом в поле, соответственно, помещение для забора скота, и в том числе как бы поголовье в размере 200 голововцев. Через два года он, ставший на ноги, должен передать поголовье такого же количества следующему. Если мы со стороны государства этот кран поддержим, мы понимаем, что это реально, по сути дела, некая вина у нас есть, когда мы разрабатывали на Сибирском втором году. Я думаю, что мы получим кратное увеличение молодых семей, их поддержки, социального статуса. Хотелось обратить внимание, что грант полтора миллиона рублей в этом направлении позволяет получить старт. И в последующем, собственно говоря, Овцевод может зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в год, начиная уже с четвертого и пятого года. Министр экономического развития подчеркнул, что правительство России планирует выпустить детализированный план, который будет связан как со строительством железной дороги Курагина-Кызыл, так и созданием горно-обогатительного комбината и порта на Дальнем Востоке, через который обогащенный уголь из Тувы будет предоставляться на международные рынки. Предполагается, что такой план будет подготовлен к середине лета, а активная фаза проекта начнется, когда будет заключено соглашение с инвесторами. В 16 дворах Кызылова установили контейнеры для сбора пластиковых отходов. На территории городского округа город Кызыл, Республики Тува, начался раздельный сбор мусора. Силами индивидуального предпринимателя Ианмаш Улбан установлены экосетки для сбора пластиковых отходов с маркировкой 1 и 2. К ним относятся пластиковые бутылки, флаконы и канистры из-под бытовой химии и напитков. Уважаемые жители, гости столицы нашей республики, в мире города Кызыл призывает вас в целях сохранения и поддержания экологии города опустить пластиковые отходы в установленные экосетки и бережно относиться к установленным контейнерам. Чаще всего такие сетки стоят на контейнерных площадках. Они занимают совсем немного места и не мешают прохожим и автомобилистам. Экосетки предназначены для сбора пластика с маркировкой 1 и 2. К ним относятся пластиковые бутылки, флаконы и канистры из-под бытовой химии и напитков. Перед тем, как опустить бутылку в контейнер, с нее нужно снять крышку и обязательно смять. Таким образом, она будет занимать меньше места, и автомашина при перевозке будет загружена не воздухом, а как можно большим количеством вторсырья. В России повысят минимальный размер оплаты труда. Об этом заявил министр труда Максим Топилин на 10-м общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России. С 1 января 2021 года потребительская корзина будет пересмотрена в большую сторону. В этой связи и минимальный размер оплаты труда будет увеличен, заявил он. В дальнейшем стандарты МРОД также будут повышаться. Минтруд будет следить за изменением соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы, добавил глава Минтруда. Как отметил министр, до 2024 года в России в два раза должно сократиться количество граждан, живущих за чертой бедности. Сделать это можно двумя путями. Повысить зарплаты и предоставить целевую социальную помощь, сказал министр. Максим Топилин отметил, что правительство продолжает очень жестко контролировать субъекты России в этом направлении. И о курсах валют. Доллар стоит 64 рубля 48 копеек, евро 71 рубль 96 копеек. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные. Займы до зарплаты. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». За 4 месяца текущего года сотрудниками полиции выявлены и поставлены на учет около 300 несовершеннолетних из 128 неблагополучных семей. За 4 месяца текущего года сотрудниками полиции выявлены и поставлены на учет около 300 несовершеннолетних из 128 неблагополучных семей. По состоянию на 1 мая на профилактическом учете в ПДН состоят 570 несовершеннолетних, более 80 судимых, не связанных с лишением свободы, и 540 родителей, отрицательно влияющих на воспитание своих детей. В результате принятых мер по итогам 4 месяцев количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 15%. В дежурные части поступило 26 заявлений о пропаже 26 детей. Зарегистрировано 54 несчастных случая, где пострадал 71 ребенок, из них 14 со смертельным исходом. На территории республики проводится операция «Твой выбор», направленная на предотвращение противоправных деяний среди несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность. Сотрудники полиции, в том числе инспекторы ПДН, проверяют неблагополучные семьи, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Дети и молодежь ТУВИ приглашаются к участию в конкурсе на создание театральных рецензий и рисунков, посвященных театру. Главный приз на региональном этапе – бесплатный отдых вместе с оплаченным проездом в Международном детском центре «Артек». До 1 июня принимаются творческие работы от учащихся и абитуриентов из ТУВИ на два конкурса. Детский всероссийский конкурс театральных рецензий «Пишем о театре» и детский всероссийский конкурс рисунков, посвященных театру. Конкурс театральных рецензий проводится в двух возрастных категориях – абитуриенты в возрасте от 17 до 18 лет и дети от 11 до 16 лет. Участник конкурса рецензий должен написать сочинение о просмотренном спектакле из раздела «Театр дети» на портале «Год театра 2019 РФ» и направить его в электронном виде на почту конкурса в ТУВИ «театр дети 17 собака mail.ru». В конкурсной работе участнику необходимо объяснить, почему была выбрана именно данная постановка, описать эмоции, вызванные просмотренным спектаклем, а также уточнить, какая сцена из просмотренного спектакля вызвала наиболее сильный отклик в душе автора. Победители конкурса театральных рецензий – абитуриенты в возрасте от 17 до 18 лет получат дополнительно 5 баллов к суммарной оценке на вступительных творческих экзаменах в Российский институт театрального искусства «ГИТИС». Победитель регионального этапа конкурса среди детей в возрасте от 11 до 16 лет будет награжден путевкой Международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную году театра. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент. Просто и по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные». Удобные условия по займам. По республике переменная облачность без осадков. Ведер юго-западный 2,7 метра в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Днем местами порывы ветра от 12 до 17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Продолжение следует... Продолжение следует...